Привет, друзья! Сегодня я покажу и расскажу, как сделать фигурку спецназа из игры Standoff 2. Ну и вот, для начала нам нужна фольга вместе с картоном, а потом мы делаем каркас из медной проволоки. Я лично делаю из медной, но разницы не имеется. Можно делать из любой. Ну и вот. И кстати, поставьте лайк. Пожалуйста, поставьте лайк, ведь я старался, чтобы показать вам, как сделать эту фигурку. Ну и вот, дальше я ее уже сделал и надо будет ее сделать в какое-то положение. Я выбирал долгое положение, вот и выбрал. И теперь надо прикрепить на фольгу. Ну и вот. К фольге сейчас прикреплю. Пока думаю, чем я так подумал. Наверное, сделаю, наверное, скотчем. Ну и вот. И кстати, некоторые места надо закрепить глиной или пластилином, как закрепил я. Берем ненужный пластилин. Много ненужного или которого грязного. Вот. Сминаем его и начинаем лепить сам объект. Только не выделяя каждую деталь. Ну и вот я слепил большинство фиолетовый цвет на мне нужен. Из-за этого я его выбрал для основы. Ну и вот. Ну и вот сделал правую руку. Надо было облепить черным пластилином. Ничего трудного из этого я вам даже не показал. Просто надо было облепить так же, как и в лепке Джейсон Уорхиза и Майкла Майерса. Это были прошлые видосы. Ссылка в описании. Ну и вот я облепил. И теперь в конце надо будет все так же облепить и сделать мелкие детали. Начнем с того. Я так думаю, ну сначала надо сделать типа подлокотники. Не знаю, как они называются. Подлокотники или нет. Напишите в комментариях. Ну вот. Я лично это делаю с зубочисткой. Да. Ей удобно. Ведь она маленькая и остренькая. Можно ей что-то коверять. Ну и я про пластилину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и я так думаю, наверное, перейдем на туловище. Для этого нам нужен такой цвет. Более, можно сказать, как охра. Или... Ну, оттенок нашей кожи. Ну и вот. Его мы сделали из цветов таких, как... Ну и вот. Сделал я из цветов, как охра. Коричневый, желтый и белый. Да, такие простенькие цвета. Ну и вот. Делаем ему как бы бронежилет. Вроде это бронежилет. Я точно не знаю. Ну и вот. Ну и вот. Вот здесь мы делаем черный цвет. Это и его рубашка продолжается. А потом мы должны взять лямочки. Ну, вы сейчас увидите, о каких я лямочках говорю. Вот. Делаем вот такие лямочки из сосисечек, которые мы придавили. Вот. Взяли первую. А потом, как бы, вы понимаете, то, что мы должны делать вторую. И я хочу напомнить второй раз. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Ведь это очень даже легко. Надо одним движением можно это сделать. Просто нажимаешь и все. Все готово. Ну, а сделали две. Делаем лямочки. И будем добавлять, наверное, маленькие детали. Я так думаю. Да уж. Давайте теперь сделаем ногу. Левую ногу мы просто облепили тем же самым цветом. Вам это тоже будет очень легко, если вы посмотрели первые два. То есть, два ролика перед этим. Позапрошлый. Прошлое и позапрошлый видос. Ну да. И как всегда я говорю, ссылка в описании на эти два видоса. Ну, а теперь я так думаю, наверное, сделаем вторую ногу. Ну, давайте приступим ко второй ноге. Правой. Вот мы ее и доделали в таком же стиле, как и левую. Добавили разных таких черненьких штучек там. Разные лямочки, сосисочки. Но я их так называю колодасочки. Я им какой-то ремень. Не понимаю, для чего ему ремень. Ну, ладно. А потом я ему добавлю еще каких-то гранат на его жилете. Брони жалеете. Ну и вот, сделал первую. Я даже не знаю, что это. Гранатки или нет. Напишите в комментариях, что это такое. Надеюсь, это какие-то гранаты. Ну, или патроны. Реально, это могут быть патроны. А теперь нам надо сделать надпись вроде ФСБ. Да, вот. Надо сделать надпись ФСБ. Начнем. Надо сначала взять такой черненький прямоугольник. И облепить по краям его желтым пластилином. Мы его облепили почти. Ну, чуть-чуть осталось. Ну и вот. Такие мелкие детали очень трудно делать так, что поставьте лайк, пожалуйста, поставьте. Да я вижу, ты не поставил. Ну, поставь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.